И переходим к новостям культуры. С каждым днём становится всё теплее, что не может не радовать любителей отдыха на свежем воздухе. Кроме того, всех любителей кино ожидает сразу несколько кинопремьер. Поэтому у вас есть прекрасная возможность отдохнуть под солнечными лучами, а затем окунуться в мир кинематографа. Где лучше всего провести время на свежем воздухе и какие фильмы стоит посмотреть любителям кино, вы узнаете из анонса культурно-развлекательных событий от Анастасии Савельевой. Наконец-то погода балует нас жирой, а значит самое время отдохнуть с семьей на свежем воздухе. Но если гулять под палящим солнцем не хочется, возникает вопрос, что же делать? Ответ необычайно прост. Вы можете с комфортом провести время на обзорной площадке Панорама. К тому же в этом сезоне посетители могут наслаждаться не только самыми лучшими видами города, но и кухней ресторана Панорама на летней веранде. С высоты птичьего полета вам откроются невероятные виды на дверь и её окрестности. Мало кто сможет удержаться от восторга при виде прибывающих в столице Верхневолжья белоснежных теплоходов, просекающих голубые речные волны. Да и что может быть лучше, чем релаксировать, наслаждаясь видами на памятнике архитектуры исторического центра Твери? А если прибавить к этому уютную летнюю веранду вашу прекрасную компанию и первоклассную кухню ресторана Панорама, то даже обеденный перерыв, проведенный на летней веранде, зарядит вас приятными эмоциями на целую неделю. Также всем посетителям предлагается и такая услуга, как комбо-билет на двоих и на обзорную площадку, стоимость которого входит, кстати, и аудиогид, а также чай или кофе на двоих. А если вы хотите посмотреть не только виды Твери, но и приятно провести время за просмотром фильма, то мы подготовили для вас анонс самых горячих кинопремьер. И начнем мы с жанра экшен, а именно с фильма «Сквозь время». В ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блейк и его брат Джейкоб оказываются на острове, неотмеченном на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу. Удастся ли герою преодолеть все преграды и выбраться из схватки с самим временем победителем, спешите узнать в кинозале. Для зрителей старше 12 лет. А вот любители пощекотать себе нервы ожидают фильм ужасов «Астрал. Женщина в черном». Чтобы открыть тайну исчезновения сына, отчаявшаяся женщина решает провести темный ритуал вызова потусторонней силы. Однако далеко не все понимают, что тревожить темный силой ой, как небезопасно. И чем ближе убитая горем мать подбирается к разгадке, тем более страшная расплата ее ждет. Ведь за любую связь с нечистой силой приходится платить и порой даже собственной жизнью. Для зрителей старше 18 лет. А всех юных зрителей по-прежнему ждет фильм «Мармадьюк». Очаровательный, но неуправляемый док «Мармадьюк» больше всего на свете любит повеселиться со своей семьей. Особенно с 9-летним Билли, который снимает крутые видосики. Правда, это всегда приводит к эпическим провалам и регулярным конфузам. Одно из таких видео становится трендовым и попадает на глаза знаменитому собачьему тренеру, считающему себя абсолютным мастером по перевоспитанию четвероногих хулиганов. Приструнить «Мармадьюка» теперь делает честь и цель его карьеры. Вот только кто же кого переспитает быстрее? Для зрителей старше 6 лет. Также не заставит скучать и фильм «Солнце на вкус». 12-летний Тимур отправляется на каникулы в Узбекистан, чтобы навестить своего дедушку. Среди хлама в дедушкином сарае ему попадается загадочный медальон с неясными знаками. Случайная находка оказывается ключом к древним сокровищам Бухарского и мира. Тимура предстоит найти дорогу к часам мудрецов, оказаться в лабиринте времени и спасти семью от угрозы для зрителей старше 12 лет. А мы желаем вам отличной прогулки и приятного просмотра!